добрый день дорогие друзья вы на телеканале это он тв программа тема дня меня зовут александр вальдман российская федерация и штаты америки вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ну вот возможное развитие событий мы сегодня обсудим с известным российским политологом алексеем мартыновым алексей рад вас приветствовать добрый день добрый день алексей владимир путин президент россии заявил я цитирую россия приостанавливает участие в договоре ракетах средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на решение сша при этом во время встречи с министром иностранных дел лавровым и министром обороны шойгу он заявил что в будущем попросил их вернее в будущем не инициировать никаких переговоров по этой проблеме означает ли это что соединенным штатам все-таки удалось втянуть россию в гонку вооружений как многим представляется разрушительную для российской федерации знаете я думаю что все приблизительно так как вы говорите с точностью до наоборот в том смысле что в школе мы беремся цитировать мне кажется нужно давать полную цитату в том смысле что вот это вот фраза о том что не стоит больше инициировать никаких переговоров по этому поводу она не закончена она продолжалась тем что наше предложение по взаимному разоружению лежать на столе а двери открыты имеется ввиду что так сказать ну странно последнее время мы все время говорим о выполнении международных договоров о разоружении на нас смотрят из вашингтона так знаете посмеиваясь в усы и тихо уже производя вот те самые запрещенные этим договором ракеты малой и средней дальности у себя уже больше чем полугода но судя по данным разведки пытаясь обвинять в этом россии ну странно но очевидно что сша еще года полтора назад решили вот игнорировать этот договор и выходить из него почему это тоже понятно дело в том что когда в конце 80-х годов этот договор был заключен подобными технологиями обладали только ссср тогда и сша и действительно этот договор связывал так сказать распространение подобных вооружений на 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 количество времени потом мы помним развалилась большая советская страна мы помним как китай начал наращивать подобные вещи так сказать получать технологии из разных мест и и сегодня у китая вполне себе технологии есть и китай производит ракеты малой и средней дальности наращивать потенциал я думаю что здесь основное беспокойство и понятно что не россия так сказать беспокоит сша больше китай но вместо того чтобы пойти путем который предлагала москва а москва предлагает вот эти последние там 5-6 лет настойчиво предлагает сша а еще до как говорится трампа да это речь об этом тоже шла постараться совместными усилиями существующему договору присоединять те страны которые сегодня также обладают этими технологиями ну как минимум китай а сша пошли другим путем сша решили что и бы надо нарастить этот потенциал сперва а потом уже вести разговоры о каком-то новом договоре но это тоже своего рода стратегия знаете с этим сложно спорить это их выбор алексей еще об одной цитате из владимира путина во время его встречи с министром обороны шойгу он сказал что россия не будет размещать оружие средней и меньшей дальности если она не появится ни в европе ни в других регионах мира до тех пор пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства а если вот опять же отталкиваясь от того о чем вы только что говорили если это оружие будет китайская я знаю иранской Иран тоже разрабатывает ракеты средней и меньшей дальности, или Индийская Индия тоже разрабатывает. Что в этой ситуации? Ну, в отличие от Китая, ни у Ирана, ни у Индии ракет на боевом дежурстве, на вооружении этих ракет нет. Есть разработки, есть попытки разрабатывать эти вещи, но как таковых ракет у них нет. И в первую очередь, я думаю, что ваш вопрос про Китай. Так вот, я вас уверяю, что там, где в доступе находится либо российская территория, либо российские важные стратегические объекты, я имею в виду внетерриториальные, там, где находятся китайские ракеты, там российские стоят давно, и никуда они, как говорится, не делись. И я еще раз вас возвращаю к общеизвестным вещам. На сегодняшний день в России создана лучшая в мире система противоракетной обороны. Вот эти С-300, С-400, сейчас даже С-500 уже, так сказать, тестируются и скоро будет применяться. Поэтому в этом смысле вы, так сказать, совершенно не переживайте. В этом смысле все хорошо. А возвращаясь к вот такому пробросу в первом вопросе по поводу гонки вооружений, я объясню свой тезис по поводу с точностью наоборот. Дело в том, что Россия никогда в жизни не повторит опыт советской страны. Мы, слава богу, этот опыт имеем. Мы на эти грабли больше не наступим никогда. И на той же самой встрече прозвучал тезис о зеркальном ответе, но ни в коем случае не ввязываясь к гонку вооружений в тех бюджетных возможностях в том военно-оборонном заказе, который, так сказать, существует на 2019 и последующие годы. И здесь скорее сегодняшняя современная Россия перенимает опыт Израиля в том смысле, что мы не будем больше заниматься тем, чем занимался Советский Союз, я имею в виду гонку вооружений, которая надрывала экономики обоих стран и советскую надрывала быстрее, но мы будем переходить сразу на следующий уровень игры и разрабатывать уникальные системы, вооружений которых нет ни у кого в мире. Кто-то посмеивался 10-15 лет назад и говорили, что они могут, это разорванная бензоколомка, как они там называли, Обама, помните, называл, разорванная в клочья бензоколомка, он так называл российскую экономику. В итоге российская экономика под руководством, между прочим, лично Путин это дело курирует, действительно продемонстрировала удивительные вещи. Вот чуть меньше года назад была демонстрация Федеральному Собранию, но и всему миру. Уникальные системы, это и гиперзвуковое оружие, это и другие, так сказать, вещи, которых просто нет нигде в аналогов, нигде в мире, в том числе и в США. Как бы они себя сегодня не изображали, так сказать, Рим, а они безусловно Рим для мира, но Рим уже, что называется, в своем начавшемся упадке. И возможно вот эта гонка вооружений, в которую США ввязывается сегодня. И не потому, что мы хотим их ввязывать, а потому, что они эту подачу приняли и с удовольствием, так сказать, на это идут. Я не знаю почему. Так вот, возможно, эта гонка вооружений ускорит падение Нового Рима, ну в смысле того Рима, который сегодня, который из себя сегодня представляет США. Алексей, еще вопрос по этой теме. После того, как госсекретарь Помпео объявила о выходе Соединенных Штатов из этого договора, Трамп в присущей ему манере написал в своем твиттере следующее, что «Я бы хотел заключить новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с более широким кругом участников, нежели Соединенные Штаты и Россия». В связи с этим у меня к вам два вопроса. Во-первых, можно ли господина Трампа уличить в неком плагиате, потому что Россия же давно это предлагает, уже много лет, во-первых. А во-вторых, на ваш взгляд, кто бы мог войти, даже не отталкиваясь от слов Трампа, кто мог войти в этот более широкий круг? Вы знаете, ну мы выше об этом немного поговорили, затронули эту тему. Ну и действительно, для того, чтобы что-то создать новое, не нужно разрушать то, что есть. Ну это вот закон, да. И вообще вот такой большевистский метод или большевистский подход сегодняшних американских властей, ну на первый взгляд удивляет. Да, давайте разрушим до основания, так сказать, тот договор, который у нас есть с Россией, для того, чтобы заключить новый там на троих, на четверых, на пятерых и так далее. Ну странно, правда, если не брать во внимание то, что сегодня вокруг Трампа, окружение Трампа, ну он и сам, так сказать, человек в возрасте, скажем прямо, а окружение его, это те самые ветераны прошлой холодной войны с Советским Союзом, с социалистическим лагерем, и они почему-то считают, что если получилось тогда, то получится и сегодня, и вот мы сейчас затеем эту холодную войну, на ней мы, конечно, заработаем, но имеется в виду военно-промышленный комплекс США заработает, но русские опять грохнутся, а заодно с ними и китайцы, потому что, так сказать, мы, ну главная цель здесь Китая, это понятно, да, как я имею в виду, как экономика, как угроза, вот, и мы снова будем, значит, главной страной в мире и американский Рим будет продолжен, понимаете, но это вот как минимум странно звучит, потому что мир сильно изменился с тех времен, ну я имею в виду за последние 30, 40, 50 лет, мир очень сильно изменился, люди изменились, изменилось соотношение сил на такой геополитической карте, ну и самое главное, что многие идеи новые появились, так сказать, вот во взаимоотношениях между странами, между народами и определенное влияние на всех оказала вот эта идея открытого мира, идея открытой экономики, идея глобализма, как бы они сегодня не находились в таком кризисе, да, и тем не менее серьезное влияние они оказали, и мы живем сегодня в другом мире, мы по-другому увидим, по-другому ощущаем, но вот эти люди, к сожалению, они уже тоже в таком возрасте, когда, наверное, тяжело и поздно меняться, и, к сожалению, эти люди сегодня определяют вот эту американскую политику, дело даже ведь не в Трампе, Трампа любят американцы, Трампа любят в Израиле, ну так же, как и, я не знаю, Путина любят в России и во всем мире, но вот эти вещи, эти направления все-таки определяет не один человек, в данном случае президент, команда, группа, эксперты и так далее, и, к сожалению, вот это качество, экспертное качество в США сегодня вот таково. Алексей, и еще один напоследок вопрос, так получилось, что фактически после того, как в один день, как было объявлено о том, что и Россия тоже приостанавливает свое участие в договоре ДРСМД, на боевое дежурство, вернее, было сообщено об оснащении кораблей военно-морского флота России новейшими системами, как пишут, ослепляющими противниками, вызывающими галлюцинациями. Речь идет о станциях визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Я понимаю, что вы не военный специалист, и трудно что-то говорить, но, по крайней мере, то, что мне удалось узнать, то, что написали, пишут об этом, подобных систем нет ни у одной армии в мире. Вот считаете ли вы, как политолог, случайным совпадением то, что объявления о выходе из договора, приостановке участия в договоре и информация о новых, подобных уникальных системах появились в одно и то же время? Ну, конечно, не случайно. Понятно, что никакого отношения, прямого отношения к договору эти подобные системы не имеют, но то, что сегодня, ну вот последний, значит, год-два стали открывать, раскрывать для общественности, в том числе для международной общественности, те достижения российских военных промышленников, российских ученых, безусловно, много не имеет аналогов в мире. Кто-то ведет разработки такие, кто-то, так сказать, нет. Но то, что на боевом дежурстве, как вот выражаются военные, то есть на вооружение, подобные вещи встанут в других странах мира не скоро, это правда. А в России это уже есть. Это то, о чем мы сказали в начале. Это перейти на следующий уровень игры. Ведь вы лучше меня знаете историю Израиля, когда в начале первого десятилетия было очень тяжело, вот в той обстановке враждебной вокруг, международной по поводу государственности Израиля. И тогда что сделали в Израиле? В Израиле перешли на следующий технологический уровень. Вы же помните, когда появилось одно, другое, третье. И это сделало просто бессмысленным многие действия вокруг. И это обеспечило и до сих пор обеспечивает безопасность Израиля как таковую. Несмотря еще раз на очень сложную обстановку вокруг израильского государства. Понимаете, Россия, конечно, в этом смысле немного побольше. Россия самая большая в мире страна на сегодняшний день. Но вот этот подход, вот эта логика Израиля тогда, она сегодня помогает нам по-другому на эти вещи смотреть, а не ввязываясь в затратную гонку вооружений, чувствовать себя в условиях вот этой турбулентности, которая сегодня охватила три четверти мира, чувствовать себя уверенно. Алексей, огромное спасибо за это очень интересное мнение. Спасибо, всего самого доброго, успехов и до новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч.